Приветствую вас, аноним. Я бы не сказал, что идея прям избавиться от того, чтобы следить за мужем и его девушкой, это прям таки хорошая идея. Дело в том, что то, что вы сейчас переживаете, вне всякого сомнения неприятно, то, что вы сейчас переживаете, вне всякого сомнения больно, то, что вы сейчас переживаете, вне всякого сомнения, не то, чего бы вам хотелось. Это все понятно. Но, тем не менее, раз такая ситуация случилась, то, вероятно, ее можно использовать для того, чтобы лучше понять себя, чтобы лучше понять, почему вы следите за, ну вот, за девушкой и за своим мужем. Вот. То есть нужно использовать этот момент для несколько лучшего понимания самой себя. Вот. А не пытаться избавиться от боли. Вот. Хотя... Понятное дело, что это все неприятно. Понятное дело, что... было бы лучше для вас, если бы ничего такого не было, в принципе, да, и для вас было бы лучше, ну, для вас было бы лучше, если бы такая ситуация не происходила, ну, не происходила. Вот. Но она произошла, и раз такая ситуация произошла, то нужно теперь с этим, на мой взгляд, что-то делать, да? Вот. Поэтому вы переживаете, вне всякого сомнения. Вам больно, вне всякого сомнения. Ну, у этого всего есть свои причины. И, наверное, с причинами нужно просто поработать. Вот. Какие причины? Давайте посмотрим. Во-первых, мужчина ушел к молодой девушке. Что это значит? Для вас в первую очередь это означает разрыв привычного уклада вашей жизни и болезненная необходимость для вас менять свой образ жизни, к которому вы привыкли. Это разрушение привычных представлений о смене жизни, о вашей жизни. Это вполне вероятно. Разрушение неких планов, которые у вас были. А, ну, на жизнь. Вот. И, соответственно, все это вы крайне болезненно переносит. Так что, с этим всем вам, как мне кажется, требуется помощь, но в первую очередь понять, что вы хотите. В первую очередь, конечно, понять, что вам нужно и в чем вы конкретно нуждаетесь. А, вероятно, упало вашу самооценку. То есть вы, возможно, сравниваете себя с ней. Вот. Ну, косвенным образом на это указывает то, что вы называете ее дурочкой. Вот. То есть это такая вот. Это, знаете, попытка, ну, попытка бесценит человека. Вот. К правилу, это и является механизмом защиты. Вот. То есть тут, смотрите, как вас это задело, как вас задело, ну, задело тот факт, что она, что она стала главной женщиной вашего мужа, а не вы. Вот. Это тоже, ну, это тоже травматично для вас. Вот. Вот. Соответственно, с этим также необходимо разобраться. Вот. Восстановить ваше представление о себе. Вот. Прожить те негативные чувства, которые у вас есть, и ту боль, которая у вас... Есть. Боль, кстати, вполне себе нормально. То есть нормально, что вам больно, хотя... Понятное дело, что хорошего в этом ничего нет для вас. Вот. Ну, тем не менее. Вот. Ну, вот. Примерно. В таком ключе нужно, нужно вам двигаться. То есть однозначно, произошедшая ситуация вас травмировала. Совершенно однозначно, что произошедшая ситуация травмировала и травмировала и травмирует вас до сих пор. И совершенно однозначно, что... Самой справиться с этим вам достаточно тяжело. Вот. То есть вы скатываетесь... Вот. Такую зависимость, да. Вы скатываетесь в постоянное наблюдение за... Ну, вот. За ней. За девушкой. И, вероятно, за своим мужем в том числе тоже. Вот. Тут какие-то надежды, вероятно, имеют место быть у вас. Вот. Если надеетесь на то, что... Может быть, ну, ваш муж... Вернется... Вернется... К вам. Вот. И злитесь... Злитесь от того, что... Хотите этого. Вот. Потому что, ну, возможно... Считайте, что... Ээээ... Хотеть этого... Крап-таки... Крап-таки... Не нужно. Да? Да? Вот. Все это... Понятно. Вот. Все это желательно... Вот. И... Ну, именно... Прожить... Вам. Вот. И увидите, что стоит за... То есть, что находится вот... За тем, что вы чувствуете... За тем, что вы чувствуете. Вот. Какие... Какие эмоции, да, и переживания находятся за тем, что вы чувствуете сейчас. О чем это говорит? Вот. А... Вот, в принципе, то, что... Эээ... Я могу вам... Сказать. То, что я мог... Мог бы вам ответить, исходя из... Эээ... Той информации, которую вы... Предоставили. Все это понятно, что сейчас вы переживаете очень... Серьезный, критический момент в своей жизни. И очень важно... Ээээ... Увидеть причины, по которым вы... Сравниваете себя с ней. Увидеть причины, по которым вы... Действуете так, как действуете, да. То есть, обесцениваете себя. Растворяете смысл, вероятно. И дальше... Потихонечку, потихонечку все будет... Выправлять. Вот. Эээ... Понимаю... Ваше... Недовольство, касаемо... Ответам коллеги. Вот. В плане того, что... Вы считаете, что на вас хотел бы работать, но... Эээ... Здесь... К сожалению... Эээ... Ситуация... Такова, что... Эээ... На... Мой взгляд... Вам действительно... Нужна помощь... Эээ... Специалистов, что нужна консультация... Не одна консультация... Эээ... Вот. И... Эээ... Поймите правильно... Никто вас не заставляет, но... Просто... Так... 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 Наверное... Было бы более эффективно... И вам... С точки зрения... С точки зрения рациональности... И... Двигаться... Дальше... Ну... Чем быстрее... Вы... Можете... Двигаться дальше... Тем... Быстрее... Вы сможете стать счастливой... И... И... Так далее... Вот. Эээ... Последнее... На что я хотел бы... Обратить ваше внимание... Это... Пожалуй... На... Эээ... Некоторые... Предпосылки... Которые могли бы быть... У... Того, что... Эээ... Муж... Ушел... Эээ... Что я... Понимаю... Под... Предпосылками... Эээ... Я понимаю... Под предпосылками... Эээ... Под предпосылками... Эээ... Некие... Трудности... Между вами... Эээ... Вот... Эээ... Некие... Проблемы... Ээээ... Между вами... Эээ... Ээ... Рее... Некие... Эээ... Которых... Эээ... С вашей стороны... Может быть... Позитивным для возвращения вашего мужа... И для... Эээ... Эээ... Корректирования... Эээ... Ну... Представлений... Да... О... Себе... Вот... Для этого тоже нужен анализ ситуации и анализ отношений с мужем. Самый собрался так, он не ушел бы от вас к другой женщине. Вот. Значит, что-то его не устраивало и не устраивало достаточно сильно, вот. Важно, очень важно понять, что именно его не устраивало, да, и, возможно, через демонстрацию ему того, что вы изменились, потому что вы, ну, как-то, грубо говоря, переосмыслили какие-то вещи, да, чтобы у него появилось желание вернуться. Вот. Конечно, это вам исключительно решать, с чего вы хотите и хотите ли. Вот. Но мне думается, что в этом направлении вам нужно двигаться для того, чтобы ситуация завершилась, ну, чтобы ситуация завершилась, конечно, при условии, если вы хотите решить. Вот. Потому что ваш вопрос, как бы мы себе избавиться от этого не совсем понятно, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. Избавиться от этого можно по-разному. Можно вернуть машину, да, то есть, ну, не вернуть машину, да, а гармонизировать отношения. Можно вот с человеком. А можно обрести, собственно говоря, уверенность в себе, да. Вот. Можно научиться жить без чего-человека, в принципе. если у вас, ну, если у вас, вот, такое желание есть, если вы хотите, хотите этого. Вот. То есть, тут, в принципе, все упирается в целе образования ваше. Вот. Так что, я думаю, такой ответ вам можно дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok